Здарова! Тебе нравится велосипед и все, что с ним связано, но как и с животными, вроде любишь, а на деле оплачиваешь их убийства. Воу-воу-воу, погоди-ка, пацан, полегче, так и дизов можно схватить. Давай я лучше популярным языком закрою хотя бы на момент глаза на глобальные проблемы. Давай еще раз. Ну ладно. Привет, веганы! Все, давайте-ка я... Плюс-минус покатушек на улице запросто. Поехали. Без Федора сразу к статистичке, довольно репрезентабельный, но вы судите сами. Большинство зрителей не то, что не катается на улице сейчас, но и дома тоже не крутят. Наяривает круги по программам Звобоящика, наверное. Даром, что смотреть там все равно нечего. Но есть и такие, кто использует либо цвит, либо свой велокомп, а есть велолюбители покрепче. Покрепче мороза. Итак, минусы тренировки на улице в холодную мерзкую погоду. Во-первых, одежда, а точнее ее количество такое, что минут 20-30 на все точно угробишь. И обычно, когда я уже одет, одел перчапки, то что-то вспоминается, то в туалет захочется, то забуду, что батарейка в велосветильнике. Или если хочу на электровелосипеде ехать, то в самом велосипеде нуждается в зарядке. Во-вторых, после поездки нужно сходить в душ, как Питер Саган вместе со своим велосипедом. Причем твой конь обычно любит понежиться под душиком подольше. А если не протереть после, то скатится ржавая слеза. Конечно, одежда также нуждается в стирке, внутренние слои из-за пота, а внешние из-за грязи. В-третьих, производительность. Ты можешь катать на велосипеде по-разному. Можешь наслаждаться окружающей средой подольше и все равно выполнять свой тренировочный объем и интенсивность. А можешь катать максимально двухчасовые сессии, где четко запланированы зоны и прочее. Это все здорово, но проблема поздней осени, зимы и, наверное, начала весны в том, что все это нужно будет делать, скорее всего, без солнца. И прибавить к своим планам как минимум полтора часа на сборы, стирку и уход за байком, за сессию. В этой связи я действительно гораздо больше предпочитаю станок или роллер, так как на нем сессии ходи короткие. Но тебе нужно крутить постоянно, у тебя есть свой план, интервал, музыка, свифт или ютуб. То есть все это гораздо эффективнее. Кстати, лойс этому ролику и видео о плюсах-минусах станочного искусства обязательно будет. В зависимости от инфраструктуры и дорожных служб, качество дорожного полотна зимой, конечно, страдает. И вкупе с тем, что рано темнеет, велосипедисту угрожают дополнительные факторы по безопасности. Статистики аварии в зимнее время хорошие я не нашел. А то, что нашел, показывал в абсолютных числах, что зимой аварий меньше. Однако указано, что и катаются в это время меньше. К плюсам тренировки на улице давайте обратимся. Как говорил мой учитель по географии и по сместительству спорту, нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. То есть кататься на самом деле можно, если есть с кем потрещать во время покатушки. Еще лучше тонизирует, социализирует. И как после любого стресса, домой возвращаться после того, как ты справился с ненастьем, еще приятнее. Не уверен, что возвращаясь из виртуального мира Zwift, велосипедист чувствует себя так же. Большинство из нас есть обязанности, работа, школа, университет. Все время мы проводим в четырех стенах и дышим климатизированным воздухом. Или воздухом из батарей. Для кого-то велоспорт или просто поездка на велосипеде, что летом, что зимой, это шанс вырваться, на свободу подышать воздухом. Я полностью понимаю людей, которые чувствуют себя как белка в колесе на станке дома. Также мы все палим в телефоны, компы, телевизоры. Конечно, Zwift в этой связи имеет смысл попробовать, но он тоже уже на вот здесь сидящем мониторе. И, конечно, если у вас нет специального помещения для станка, к примеру, частенько используют подвалы, гаражи в своих домах, то комната может превратиться в своего рода садистский миниатюрный загон для украденных умам сразу после рождения телят. То есть может завоняться все и просто начать выглядеть довольно-таки скверно. Уличные катальцы в это время года попытайтесь, возможно, своей истории, большой или небольшой, мотивировать своих со-людей, возможно, даже соседей по городу, а может даже по району кататься на двух колесах. Интересно, удастся ли. Да не знаю, благодарочка за то, что подключился сегодня в любом случае. Да-да.